Добрый вечер, дорогие зрители. Сегодня я приехал в гости к Андрею. У него образовались несколько вопросов про то, что цены в Турции растут. И есть некоторые другие нюансы, другие вопросы, которые он сейчас сам лично даст мне. И я отвечу на эти вопросы. Да, хочу тоже поприветствовать тех, кто нас будет смотреть для начала. И хотелось бы действительно затронуть ряд вопросов и прежде всего обратить их к человеку, который живет уже в Аланье. Скажем, не один год. Гораздо лучше меня представляет ситуацию экономическую. И в частности, как раз что касаемо таких вот аспектов, которые касаются именно стоимости жизни. Вопрос на самом деле, кто планирует приехать или где живет, достаточно актуальный и трепещущий. Потому что существует очень широкий разброс диапазонов оценки стоимости жизни. Мы, надеюсь, в следующем пригласим женщину, которая живет, если переводить на рубли, за 15 тысяч. И пригласим людей, которые живут, если опять же переводить на рубли, тысяч на 40, на 50. И хотелось бы спросить у человека, который хорошо ориентируется, а вообще, что сейчас происходит с точки зрения экономического состояния в Турции? Скажем, что именно рынок из-за валюты, так как она сейчас скотчет, сильно изменился. Причина этого, то, что лира сейчас падает, доллары, евро, это внешние силы, внешние факторы. Также есть внутренние факторы, это оппозиция, там политика, я не собираюсь, не люблю на эту тему разговаривать. То, что я представляю, то, что я вижу. Во всем мире сейчас цены на недвижимость растут. Но автоматически в Воланье растут цены по и другим причинам. То, что многие из других стран переезжают в Воланье. Спрос большой, а предложения уже меньше и меньше. Застройщикам, которые раньше могли найти земельный участок по нормальным ценам, сейчас не могут найти земельный участок, находят, но за пределами уже самого города. А там уже цены, как минимум, до Эмирташи начинаются от 47 тысяч евро. Допустим, в район Махмутлар, который больше всего востребован в русскоговорящей сегменте, цены уже начинаются от 52-53 тысяч евро с котлованных. Это на востройке, позади именно, от моря где-то километр на расстоянии. Причина другая еще одна есть, то, что цены на нефть поднялись в Турции и во всем мире. Сейчас нефть 75 долларов на сегодняшний день. Бетон поднялся, цемент поднялся. Также железо очень поднялось во всем мире. И этим, за прочим, сложно сейчас закупаться по старым ценам. И при покупке даже был случай, я с партнером разговаривал, они покупали две недели назад железо, допустим, 150 лир, цемент, то есть, 150 лир. Позвонили, сказали, мы в минусе, компания разоряется, 125 лир доплатите. При мне был этот нюанс, что делать, приходится им доплачивать. Договор уже был на 150 лир. Из-за вот этих данных сейчас на обостройке цены растут. Земельные участки хозяева не продают. Все ждут, что цена поднимется. Земельные участки цены вниз не пойдут. Все идет вверх. Так что, если кто-то купил земельный участок, советую держать, продержать и в будущем продавать. Акася, а вот такой вопрос я хотел, опять же, возвращаясь к практике ежедневной жизни. Вот с вашей точки зрения, вы как-то, как семейный бюджет, вы как кормилиц семейный, наверняка ведь как-то заметили возрастание. Сильно, сильно. А примерно как там, 10% и за какой период примерно? Скажем, сейчас Мудельс дал диагностику, что анализ 11% в Турции выросла ВВП. Но инфляция тоже высокая. Вот я тоже не могу понять во всем мире. Как сочетается, рост ВВП и рост инфляции. Да, инфляция выросла, в СССР, лир отсюда падает. Тоже какая-то непонятная на рынке, но, надеемся, все это устаканится со временем. Я вот думаю, что где-то в феврале-марте уже лиру укрепят. Потому что политические массы... А на чем основываются такие хорошие предположения? Скажем, недавно президент Турции, Радюк Таид Эрдуан, он поехал в Катар, у них уже был договор с представителями этой страны. Они подписали торговый документ на 15 миллиардов долларов. Если вы заметили, недавно лиру укреплялся. Да, был такой момент, да. Да, и что-то заново, что-то он поднялся. Это уже внешние силы какие-то действуют. Не будем об этом говорить. Думаю, что после вот этих соглашений он сюда вовлек инвесторов с других стран. Это все темы, кто не знает. Это у них межгосударственные беседы, международные отношения. Я думаю, что он договорился со многими компаниями. Ему выгодно сейчас экспортировать из Турции товар в долларах. И по этой причине на данный момент лира не будет укрепляться. Они сказали, что мы отпустили лиру. Словно и плавно, да. То есть рынок отрегулирует там текущий курс. Да. Из-за этого приблизительно, по моим понятиям, где-то 20 лир может евро. За доллары, да? Или доллары, или евро, вот так, между ними. Агася, ну вот я хочу сказать, в любом минусе, наверное, можно найти какой-то плюс. Вот положим, если опять же рассматривать вопрос, скажем, тех, кто хочет туда переехать, либо на ПМЖ, либо на какие-то достаточно большие сроки пребывания за счет климата и экологии, то те, кто зарабатывает, скажем, не в Турции, то это ведь, наверное, для них большой плюс, потому что лира падает, понятно, инфляция есть, но и настолько велика. Вот, и эти все инвеста, да, уже прибыли по Воланию, предложений все меньше. Чего я сказал, недвижимость ушла. В первую очередь я сейчас сам ролики мало снимаю, потому что нету хороших предложений. Если есть, то уже подорожало. Я не хочу продавать то, что подорожало, потому что я всегда думаю о наших клиентах, о наших друзьях, которые мне тоже друзья звонят, хотим купить срочную продажу, бюджетный вариант. Я им советую немножко подождать, может быть, что-то опять устаканится, потому что сейчас экономически везде все растет, во всем мире на недвижимость. Кризис 2008 года, наверное, вы тоже помните, да, что все цены росли, потом пузырь лопнул и все устаканилось, все вниз пошло. Может быть, такое случится, может быть, все останется как есть, но Алания это совсем другой город, потому что здесь цены все в евро, квартиры из евро продаются, и за это жители, местные жители, сейчас тоже приостановили продажу. Боятся продать в евро, даже если продают за 50 тысяч евро, допустим, один. То есть она может вырастить и потом еще нет? Ну, в таких случаях они уже звонили, говорят, мне не продают, не рекламируй, все оставь, и клиентов не приводи, хорошо. Ждут еще одну тему, то, что минимальная зарплата в Турции отределяется. Сейчас вот не знают, какая будет минимальная зарплата. При помощи минимальной зарплаты, если 4 тысячи ле приблизительно будет, говорят, то они уже поймут, что продавать на следующий год все расходы рассчитаешь. Также фирмы, которые продают стройматериалы, тоже недавно узнавали, железо, он не хочет рисковать, продает железо. Застройщик созвонил, тоже наш партнер, в два раза дороже сотворил цену, свои риски хотят предотвратить, застраховать себя. Потому что до этой темы я рассказал, что насчет цемента 150 лет было, он позвонил, они в минусе, 125 лет доплачивали, согласились. Из этого, думаю, что до конца декабря, до начала января, до 15 января, вот будет неопределенка на рынке. Вот такой вопрос я задам. Ведь Алания, насколько мы, так сказать, поняли из нашего время здесь пребывания, она, в общем-то, не совсем, не то, что Турция, а даже не совсем и типичная курортная зона. Во-первых, здесь ведь наиболее хороший, как говорится, климат с точки зрения температуры. Самое теплое место. Это единственное место, где растут бананы. Апельсины еще растут. Апельсины растут, да. Папайя растет, не говоря про все остальное. И здесь, вот я смотрю, сложилась какая-то ситуация, несмотря на вот это непонятное сэкономическое положение, что количество желающих, вот вы как риелтор наверняка видите, количество желающих существенно увеличилось за последнее время. Очень увеличилось. Вот интересно ради, а кто преобладает среди покупателей? Кто? Россия, Украина, Казахстан, Ирак, Иран. Да, понятно. Есть из Америки, из Канады, из Австралии даже мы слышали. Нами в основном, так как мы работаем на русский контингент, в основном русскоговорящий народ, СНГ, порой даже бывает клиент, которые живут в Германии, в Норвегии, русскоговорящие. Обращаются, но сейчас тоже они увидят, что цены поднялись. Порой я снимаю ролики, комментарии пишут. Я хочу сказать дорогим нашим зрителям, что цены мы не сами рисуем. Хозяева так требуют, чтобы поднимить цену. Непонятен на рынке. И застройщики, которые строят земельный участок, в первую очередь подорожал, не могут найти земельный участок нормальный. Махмутларе не осталось. Если осталось, то полтора километра позади. Да, далеко отмору. А там уже спрос уже меньше. На гораздо меньше. Меньше предложений тоже нет. Вторички, новостройки тянут вторички за собой, цены. Потому что новостройки, сами знаете, новая система, изоляция по-другому. Но в 2019 году вышел закон, полностью проверяют. Из мэрии есть специальная организация, которая все это проверяет. Они приходят, изоляцию, шумоизоляцию, все начали проверять. Из-за этого не знаю, сложновато сейчас сказать насчет того, что многие говорят, что новостройство шумоизоляции слабое. Да, она слабая, но смотря на старостройки, старостройка самая лучшая. Агатя, вот такой может быть вопрос, типа прогноза. Вот смотрите, экономическая ситуация сейчас, скажем, не очень понятная, не очень устойчивая с точки зрения падения лиры. Вот у вас какое ощущение, если брать цены, положим там, к твердой конвертируем, там доллары, евро, фунты и прочее, будут ли расти дальнейшие цены? Вот в частности, если речь вести о балансе. Допустим, в сеть магазинов «Микрос», я каждый день туда захожу, вижу, что тут постоянно меняется вирт. Утром, утром, вечером. А насчет фруктов, овощей, все идет вниз. Там помидоры по вечерам, можно дать по двум, дволевые, по-другому, полтора-другому. Это вообще фантастика. Это на базаре, на рынке. А так, в магазинах, где овощной магазин, там уже стабильно, они цены не меняют. Если что, через 2-3 дня отменяют. Не хотят уже люди играть с ценами, потому что фрукт, он гниет, зачем выкидывать, лучше продам, говорит этот продавец. А продукты, те, которые в «Микрос» и других сеть магазинов, «Австодим», «Шовгим», они меняют. И устали, мы сами говорим, устали поменять цену. Хочу такой вопросик еще задать. Вот с точки зрения ценообразования и того, что продают за эти деньги. Вот я смотрел сегодня там чат один, посвященный, как говорится, там разным путешественникам. Сейчас, на данный момент, в России мандарины, начиная от 150 рублей. Причем, даже те мандарины, которые, якобы, позиционируются как турецкие, мы когда их там покупали раньше и сравнивали с тем, что здесь попробовали, ничего общего не имеет. Вот будет ли какой-нибудь, скажем, плюс за счет того, что лира падает, скажем, закупочные цены у производителей в лирах наверняка тоже не повышаются. Будет ли какое-нибудь, вот с вашей точки зрения, улучшение с точки зрения ценообразования тех, что идет на экспорт? Или не в курсе этого? Цены на экспорт уже как-то стабилизовались по валюте евро, доллар. Недавно вот президент Турции выступил, разозлился на бананный бизнес в Турции. Он вообще цену упал на бананный бизнес. Это после Венесуэллы. Венесуэлла спустила демппинг. Агася, вот такой вопрос, вы как уже практически местный житель, вот с точки зрения ухудшения, ну, положим, положение леры, может быть, и общая экономическая ситуация, скажем, такая неопределенная. Вот вы как-то на себе в чем-то ощутили? Да, на продуктов ощутили именно в магазине. Ну, зарплата у вас, я так понимаю, в лирах? Ну да. В основном? Или не совсем? Не, в основном. В основном в лирах? То есть, понятно, вот рост цен, он как-то, в общем, вас действительно затрагивает. Затрагивает, конечно. Вот у вас круг общения очень большой. Например, вы же, наверное, многим помогали, и советами, и какими-то консультациями, и другими, так сказать, и помогаете, продолжаете. Вот с людьми вы когда общаетесь, вот они какую-то точку зрения на текущую ситуацию с точки зрения экономики высказывают? У всех один вопрос, который вы задали. Что с экономикой, что будет с лирой. Я тоже объясняю, что... Ну, это было, эта тема была в 2018 году. Когда лиры было, я тут находился, следил в этот момент, я попал, когда лиры было 4 лиры. В смысле, доллар 4 лиры? Да. Он минуту стало 4,5, 4,10, и резко взлетел он на 4,90. Потому что программу выкинули в сеть Форекс, банки 7 лиры шаг взлетело. Это страшно. И банки закрылись. На неделю мы не могли, никто не купить, не продать, никто ничего не мог делать. Остановилась вся система. Дали, наверное, сверху поручение, что давать устаканим. А сейчас они отпустили эту тему. Агася, а вот такой еще вопросик. Вы общаетесь в основном, конечно, с экспатами, так называемыми, те, кто приехал из вас разных стран. А вот коснемся такого, ну, может быть, не национального, а чисто бытового отношения. А есть ли какие-нибудь разницы в отношении административных органов, там, полиции, каких-то там сфер услуг к туркам и к экспатам? А как Авания, так к туричейским органам, здесь с этим нет никакой проблемы. Право за туриста, скажем. Туриста никто не может обидеть. Если обидеть, могут даже посадить на 15 суток самого же местного турка. Ведь очень серьезно, мэр Аланий следит за этим, за этим нюансом. Даже он, кажется, поручил именно здешним полицейским машинам, вот этим ГАИ, да, скажем, не ГАИ, ну, аналог ГАИ, да. Да, это трафик, йо-трафик. Не мучить туристов. Если даже у них что-то там номера зарубежные, просто не мучайте. Останавливайте, просто возьмите документ, прописывайте и пропускайте. Это большая фишка. Потому что туристы приезжают сюда отдыхать. Если там радар, камера, везде штраф, второй раз туристы сюда больше не приедут. Многое он, да. Это как бы ломает все его желания на второй раз приехать сюда. По себе тоже служил. Было такое, что попал мне на радар, но бывает. Ну, то есть я могу сказать, что с точки зрения, опять же, кто задумывается о переезде постоянным и постоянным, здесь очень в этом плане блажелательная обстановка с точки зрения администрации, управляющей, как ездили. Вот весной здесь брали машину на прокат и по окресту всем катались. В выходные был глухой совершенно локдаун, там ни пешеходов, ни машин. Подъезжаешь, блок по стул, значит, подходит жандарм там или полицейский с таким удивленным, негодующим лицом, открываешь окошко, просто высовываешь не туристскую физиономию, улыбаешься, он улыбается в ответ, машет рукой, езжает дальше. Езжает дальше. Да. То есть в этом плане очень расположено. Потом, наверняка, ведь вы согласитесь, что с точки зрения действительно создалась очень любопытная ситуация. Обычно, когда люди приезжают в другую страну, не владея языком или владея недостаточным уровнем, масса чисто организационных и прочих проблем возникает. Вот, например, если брать Аланию целиком, как город, как агломерацию какую-то небольшую относительно, то огромное количество, наверняка, обслуживающего персонала, административных органов и прочих-прочих, они худо-бедно либо понимают, либо как-то в общем тебе на интуитивном моменте пытаются посодействовать. Это тоже один из больших плюсов. Очень большой плюс. Они, главные слова, выучили в общении. Привет, пока, там, деньги выучили, какая сумма. Можно сказать, что из 10 турков, кажется, и 8-й, уже тот, кто занимает торговлю, он уже знает все вот эти основные слова, как именно переубедить клиента, чтобы он купил на него товар, чтобы не ушел с пустыми руками. Агасия, ну вот, тогда я задам вам такой вопросик. А какие, так сказать, реакции, какие движения делают местные власти в связи с обостряющей ситуацией? Потому что, например, те же фермеры, они же в каком-то смысле страдают. Вот я где-то слышал, что когда был локдаун, они даже, да, они просто закупали у фермеров и, соответственно, да, раздавали там детские сады какие-то, в школы они как-то безучастно смотрят на эту ситуацию или как-то пытаются посодействовать? Так скажем, недавно я слушал именно собрание муниципалитета Алани, там мэр А.Т. Мурат Юджаль рассказывал, и его тоже давили вот эти архитекторы, которые туда приходили, своими вопросами и зажимали. И так я понял, что он рассказал все плюсы, которые они сделали на данный момент. Сейчас они строят, все асфальтируют именно дороги в селах ветних. Именно там кимчай, ветчай, веткорья. Открыли здесь именно культурные центры для людей, которые в пандемию оставались дома, не было ничего делать, в основном женщина. Для ручных изделий есть халкейт, меркезин называется эта система. Открыли недавно также махмутлари, колнаклы, даже махсалларик там было написано. И в центре города. Во всех районах есть Чик-Чили, опа. Здесь есть культурные центры. Даже увидел ролик, как люди в основном возрасте благодарили мэра, все прекрасно, что думаете о нас, а то сидели дома из-за пандемии, нечего было делать. И бесплатно это все. За счет государства. Записывайтесь на любые там, кто хочет стать скульптором, кто хочет стать художником. Для саморазвития. Все есть. Все бесплатно. Только вы покупаете то, что вам нужно, изделие для изделия. И сами все это лепите. Это было второе. Потом они открыли специальное учреждение для инвалидов. Новое. Да, это очень важно. Вот трудоустройство инвалидов, да? Трудоустройство это уже другое. Есть еще эта тема, но они открыли такое место, что ухаживают за инвалидами, даже обучают их курсами искусства, художества. Тоже самое. Для них также отдельно открыли учреждение. И тоже послушал этих людей. В ролике они рассказывали, кто-то у них счастья на глазах было, кто даунный болеет, кто-то... За этим они для трудоустройства у них есть такая государственная трудоустройство и шкур называется. При подаче туда заявки каждый вот этот инвалид, который действособен, скажем, его должны автоматически все госорганы принимать на работу. Из десяти сотрудников, кажется, один должен быть действеспособный инвалид, так скажем. С ограниченными способностями. Я во многих местах также ЛСВ, ИКИКИ, скажем, МИГРСИ, видел, таких людей тоже не понимал, потом начал разузнавать, оказывается, на самом деле принимают на работу по нормальной заплате, как всем платят. Но это очень действительно это очень важная вещь для людей. Думают о них тоже. Ну, животным открыли дом для котят, для... живет совсем другое. Но все на высоком уровне, еще скажу. Пытаются сделать все лучшее, но в этом именно, где было это собрание, заметил, что я там вопросами давили, и так понимаю, что уже в будущем он не хочет, чтобы много застраивали всю Аланию. и будет трудно получать на земельном участке вот этот техпаспорт. Павел застройки, Он так планирует. Причина та, что, почему он, наверное, предотвратит выдачу именно технического паспорта, так как в школах не осталось уже места для детей. Представляете, он там разговаривал, что 26 национальностей в одном классе. 26 разных национальностей. Они не могут их распределить в какой пас. Вам просто? Система воды. Если, допустим, даже мне сказали, ребята, пошутили, если в одно время, если все нажмут на кнопку спуска воды, махмутлави, то воды не хватит. В одно время, в одну секунду. Такую шутку сделали. Коммуникации не хватает. Электричество. Это еще время. Нужно время, чтобы это все подключать, развивать. Одним разом этот технический паспорт все не могут дать. И земельные участки за это тоже растут по цене. Это тоже влияет. Акасья, а вот как можно объяснить, вот мы когда ходили по Махмутлаву, видели в очень сладких, так если назвать, местах, пустыри, где бурьяна растет, либо помидоры, либо баклажаны, либо бананы. Это территория, которая дает государство, жителям, пять лет они должны там что-то есть какие-то налоги, оплачивается и если они разрешат, то дают технический паспорт, чтобы они начали там в будущем что-то строить. Все зависит от заявки, что они там планируют, может быть какую-то фабрику построить. Это там процесс, пять-десять лет заниматься. Акасья, вот я тогда задам вопросик по недвижимости. Вот смотрите, опять же, сравнивает каждый с тем, что он имеет и с какого-то предущего. Например, мы живем сами в Москве. Соответственно, у нас в среднем так, если брать усредненную цену, квадратный метр где-то в пределах 2-2,5 тысячи долларов. Значит, центральные части понятно подороже, но даже, скажем, окраинные места, которые с инфраструктурой, с шумом, с парковочными местами, с детскими садами плохо обеспечены, все, меньше полутора тысяч вообще ничего нет. Вот опять же, возвращаясь к цене, мы сейчас затрагивали вопрос ценообразования, цены сейчас активно растут. Но опять же, тем, кто заинтересован и планирует и рассматривает вопрос переезда, просто может быть действительно оценить свои возможности, исходя из того, что есть у нас в России, скажем, если речь вести о расти, и цены здесь, которые ты получаешь в такой экологической зоне, в Средиземное море, 300 дней солнечных в году, прекрасные по качеству фруктов общей. Вот ваше предположение, будут ли расти цены даже не в лирах, понятно, с лира непонятки большие, а в твердой конвертированной валюте, вот исходя из этого? Так, насчет роста цен, да, Аланьо затронуло уже, рост цен уже есть, но если во всем мире цены где-то упадут в будущем, возможно, Аланьо тоже затенет, но те, та недвижимость, которая срочная продажа, которая бюджетная в аренде, у них уже цены внизу еще не пойдут, потому что люди покупали, допустим, за 50 тысяч евро три года назад, сейчас квартира их не стала, допустим, 80 тысяч евро или там 75 тысяч евро, они вернутся приблизительно к той сумме, которую они купили. Цены затронут, люксовые проекты, которые на первой переговоре не, высокие по цене, они, возможно, упадут на где-то 30%, 40%, как минимум. Вот, например, вы приобрели недвижимость за 160 тысяч евро. Часть цены этой недвижимости как минимум 200 тысяч евро. Вот, например, в этой квартире вы также установили вот этот замечательный камин, мы вместе, кажется, ролик снимали с вами, лайки ставьте, лайки ставьте, ролик, это большой труд был, и не могли выбрать. цена еще поднялась. Я хотел личное, как говорится, впечатление просто рассказать. Опять же, все относительно на белом свете. Значит, за те деньги, что мы заплатили, с одной стороны, если прикину, то действительно, деньги большие, 16, то есть, 160 тысяч евро, если перевести на наши рубли, там получается много миллионов. Но, опять же, сравнивая, что ты получаешь за эти деньги, ты получаешь цену, если речь вести, скажем, о Москве или крупных городах, раза в два, а реальные в три, меньше, чем она аналогична. Во-первых, ты получаешь квартиру на море. У вас тем более такой потрясающий вид на море, который ты видишь. Каждый день не отправляясь закатами. потом ты получаешь экологию, которую нельзя сравнить с жизнью в крупных городах. Ты получаешь доступ к продуктам, которые по своему качеству, ну, я даже не могу сравнивать с тем, что продается во всем случае в России. Ты получаешь очень интересное окружение с точки зрения круга общения. Люди здесь с разных стран, с разных городов. с разных городов. У всех свои темы. У всех свои темы, да. То есть, исходя из того, что ты получаешь за эти деньги, то выражать их, скажем, в тех презренных номинальных долларах или евро, это, в общем-то, неблагодарное совершенно занятие. Это нельзя оценить, в общем-то, в деньгах. это совершенно другое. Ты получаешь другое качество жизни. Вот вы же, я хочу вас как лично пример привести, вы же считаете, что оладьи, филиал, филиал рай на земле. И действительно, вы многократно, так сказать, аргументированно показывали это на самом деле. Это я не просто так говорю. Я у многих спрашиваю, те, которые, почти весь мир, проездили, путешествовали, и все говорят, одно и то же, что по цене, по качеству жизни, по месту расположения, воздух, погода, море, пляжи, разные продукты. Алания на первом месте, по их взгляду. По цене. И даже мы сегодня с нашим партнером беседовали вот об этом, чтобы туристы все переезжать в Аланию, в район Гази-Парши даже уже начали, цены там тоже поднимаются, так сказать. И он говорит, я сам из Урха переехал в Аланию, и не только я, у меня столько друзей есть, все хотят сюда переехать и здесь жить. Даже пандемию. И в Истанбул многие переехали в Аланию. В Аланию. Станбулу много. И в Анкаре переехали. Там в Анкаре море нету, там холодно, там постоянно надо работать, большой пробки везде, трафик. Ну это большой робот, да, со всеми минусами. В Анталью, допустим, я был в 2015 году в Анталию, в Анталию тоже переезжали. В 2015 году пробки были большие, там утром с 8 дней не мог переехать из Кони-Алты именно в Мурат Пашевер в центр. Прошло уже сколько, 5-6 лет прошло. После пандемии еще больше туда народа переехал, так как Анталия это четвертый большой город. Ну, миллионный город. Миллионный город. А по сравнению с Алани тут природа, водохранилище, есть не встали погулять, походить, хвойные леса, пляжи несколько хороших пляжей. Агася, хочу еще такой аспект интересный затронуть. Вот как ты задумался, сейчас же пандемия, к сожалению, так она практически никуда не ушла. Значит, я слышал и читал, что только из России за сезон, причем неполный, это начиная с июля месяца, приехало около 8 миллионов человек. В России ситуация с коронавирусом, мягко говоря, это официально. Это официально. Есть неофициально путь, но может быть даже и больше. Но во всем случае цифра сумасшедшая. Исходя из того, что это реально за половину сезона, потому что он дальше с июля, а не с мая, не с апреля. Взрыв огромный, так сказать, приезжих людей. Но не было вроде бы дикого совершенно вспышки вот этой вот заплеваемости. Все зависит, я думаю, что так же от похода. Море, соленая вода. Помните, была тема, что купаться не ем. Мы же с ним понемногу. Соленая вода. Именно это убийца вируса. Почему не ем купаться? Вроде говорили, что люди вместе там рядом с друг другом чтобы не хотели и за это закрепили плац. Думаю, что сам большой факт это море. Соленая вода, которая в воздухе направляется в сторону гор. Насчет болезни я работаю с многими клиентами, общаюсь, с друзьями, везде. До сих пор я не заболел. Слава Богу, иммунитет, наверное, у меня сильный. И те продукты, которые здесь, овощи, фрукты, которые употребляют, что это все укрепляет иммунитет. Также советую использовать настолько рожковое дерево, плодов рожкового дерева. Это очень вкусные. Когда иммунитет она пекмет употребляется. Замечательно. Мое регулярно употребляем. А как здесь происходит процесс лечения коронавируса? Положим, я заболел. Мне какая-то помощь оказывается бесплатная. 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 Звоните 112, они вас перенаправляют, говорите, что у меня коронавирус, или задаете тест в ПЦР, в больнице. Если в госпольнице есть место, туда забирают. Это если в тяжелом состоянии. Была ситуация, мы подругу не можем найти. Два дня искали. Родственников, друзей никого нет. Родственников нет, друзья только мы. Звоню в госпольницу, они информацию по телефону не дают. Я поехал в госпольницу, дал имя, фамилию, тут нет. Позвонил в Башкент, Башкент говорит, что у меня этого человека придет. Позвонил в Анадул-Ухастанин, тоже нет. В конце концов, я уже вернулся обратно, зашел в экстренную, там, перезайди, в госпольницу есть экстренная. Там уже мне дали информацию, после того, как я сказал, у него родственников нет, близкие друзья мы, она тут или не тут. Тогда уже дали информацию, еще, слава богу, у него там 75% поражения бывает, думали что-то ранее, не о хорошем думали, но, слава богу, молодец. Хочу спросить, ну вот, действительно, человек попал в больницу, вы там приняли самое теплое участие, а что касаемо чисто материальной стороны вот этого вопроса, она платила за пребывание, платила за лекарства, за ту медпомощь, которую ей оказали, или это все было оказано безвозмездно? Мы уже подготавливались что-то там оплачивать, внутри сказали, все бесплатно, так, заболели коронавирусом, все за счет государства, ее выписали. Нет, даже ей сказали, хотите, оставайтесь, она сказала, уже не хочу оставаться, сама написала выписку, что я хочу уйти оттуда. А она что, имеет икомет, не имеет икомет? Она имела икомет, а, икомет у нее больше? Она имела икомет, даже если нет икомета, ты турист, не влияет, ты турист, разницы нету туристам, так как мэр сказал, что не нужно давить, она помогает всячески, и турист, если даже заболел коронавирусом, там вылетелся, и бесплатно, именно господинка, в частных, в частных, понятно, то бесплатно. Агася, а есть ли разница, вот по отношению, скажем, к туристическому контингенту, регион Алонийский, может быть, там Мерсин, может быть, какие-то другие, с точки зрения отношения к людям, которые приезжают сюда, на отдых, на ПМЖ. Мерсин, это на данный момент не туристический район, регион считается, так как там есть уже туристы, но, как мне объяснил мой партнер, он же местный город, который проживает здесь, сегодня даже разговариваем на эту тему, там есть специальные улицы, где свои, там, криминальные зоны, также и в Мерсин, есть такие улицы, там более-менее развивается уже, но не как Алоня, Алоня уже реально туристический регион, и тут мэр в основном присматривает тем, что не обижать туристов, а там пока что этой темы нету, там не будут, разве что-то, возможно, у кого-то что-то произойдет, и будут за, государство будет за турками, так сказать, те органы, которые там, будут стоять за турками, не за туристом, если бы турист сделал даже какую-то ошибку, если бы хотят, да, а здесь, например, хотят кое-как успокоить, если там, допустим, подрались туристы местным гражданином, жандарм успокаивает, и эту сторону, и ту сторону, садятся, соглашаются, что все, мы поберели, все ушли, а там это не будет делать сразу же. Значит, что я могу высказать со своей точки зрения по поводу цен недвижимости? Несмотря на то, что они сейчас выросли, даже вот мы когда были весной, они с этого момента процентов на 20-25 выросли, даже на нашем конкретном случае, те суммы, ту сумму, которую мы заплатили, она сейчас процентов на 20 выше. Все равно, исходя из тех денег, что ты платишь и что ты за это получаешь, я считаю, что здесь, в общем-то, даже сомнения, если при условии, конечно, что деньги есть, то, мне кажется, сомнения, они тут, в общем-то, не совсем уместны, и если есть возможность, или финансовая, или с точки зрения этого устройства, безусловно, я бы рекомендовал задуматься о переезде сюда. и можно также инвестировать заранее, с котлована войти, пройдет. С точки зрения, да, схемы этого. Ну, инвестить, могу помочь даже, посоветовать, куда инвестировать лучше, потому что я тоже думаю, в первую очередь, о себе, и что я сделал, во-первых, куда бы я инвестировал, а потом думаю о своем клиенте, или о другом, то, что мне можно сказать. И нюанс то, что именно эти цены поднимаются на недвижимость, также аренда за ней тянется. Конечно, и за фрилансеров, которые здесь переехали и живут на аренде, плюс те здания, которые разрушили, видели, да, наверное, реновация. Здесь жители, которые проживают там, тоже начали арендовать. Сегодня даже мой партнер говорит, раньше наши сотрудники, которые строили проекты, 700 и 700 и аренда. Именно рабочие, рабочие, сейчас мы должны им найти квартиру по 2000-2500 евро. И это тоже действует на цену строительства. Я могу добавить, даже может быть, такую парадоксальную мысль. Дело в том, что постоянное, практически, возрастание цены, оно в каком-то смысле еще и свидетельствует о том, что этот процесс будет продолжаться, и те, кто задумывается купить, даже на этом этапе, я думаю, что не прогадают. Многие, знаете, что мне пишут порой, что цены зимой падают, а сейчас стало наоборот, пришли клиенты, мы думаем, зимой падают, весной падают. Раньше была такая, 2-3 года назад, так как, Амания, это то есть, сезон, сезон, сезон. пойдет по другим образом. Вот такая тема. Я могу еще, опять же, личное впечатление рассказать, кроме Агаси, у нас еще есть несколько знакомых риэлторов, так, с точки зрения занятости, когда некоторым людям звонишь, у них даже нет возможности ответить на телефон, и опять же, из нашего опыта, когда мы прошли так называемый, вот этот вот, первый этап, и подали документы на получение ВНЖ, мы ждали почти месяц этого процесса, то есть, количество людей, оно как-то возросло кратно, просто кратно. Раньше неделя была. Да, раньше была неделя. То есть, мы из-за этого, это зима сейчас. мы из-за этого вынуждены сидеть здесь будет почти 2 месяца. Андрей, я хочу обратно задать вам вопрос, что вы мне задали, насчет цены в недвижимости, экономических равенствах человек, опыт жизни небольшой, и у вас какой взгляд на рынок недвижимости именно в Аланте? Перспектива, я думаю, будет рост обязательно. Вопрос, насколько он, потому что экономическая ситуация в мире и в Турции сейчас достаточно такая непонятная, но даже после всех пертурбаций, которые предположительно будут в течение времени, ну, никто не отменял ценности солнца, хорошей экологии, моря, прекрасных продуктов, безопасности. Это абсолютная категория, которая имеет ценность во все времена, во всех странах, везде. Поэтому я считаю, здесь перспектива достаточно позитивная. И насчет этой перспективы хочу добавить, что в 2023 году заканчивается Лозанский договор в 100-летний, как подписывал величайший человек, именно от Аттюб. После этого, вроде говорят, что Турция экономика вообще поднимется, потому что будут качать нефть, будут качать газ. А нашли, кстати, место разъема, на побережье. Наимно газовое. И газовое, и нефтяное. Это не говорят, если скажут, глаза, именно внешние силы, глаза, что-то, есть много чего, я чувствую, в котором в будущем все выйдет. Потом я еще могу добавить про Турцию, она меня, честно говоря, удивляет. Я не вижу здесь никаких китайских товаров, практически ноль. Здесь делается все на местном рынке, все товары продовольственные, промышленные, технические какие-то, практически все производится в Турции. На самом деле, это очень большой плюс. И сейчас вот то, что произвели уже, они хотят больше экспортироваться в другие страны. Более качественное начинаем все дело, даже вот эти бары, например, вооруженная сила увеличилась. Потенциал очень большой развития Турции. Итак, дорогие зрители, спасибо, что вы нас вы услышали. Было много вопросов, которые мне писали именно в комментариях, даже звонили, переспрашивали насчет экономической ситуации в Турции. Ну, экономическая ситуация, думаем, что все стабилизируется. Мы ждем процветания Турции. А насчет цен на недвижимость, ну, пока что все растет. И думаю, что цены сильно не упадут именно в Алане. Не знаю, что другие города так, но в других городах там цены вообще разные. Тут цены в евро, и мы рассудим по ценовой политике именно евро. Так что, переезжайте, кто может, у кого есть возможность, звоните, пишите, отвечу на любые ваши вопросы, и ставьте лайки, и пишите комментарии. я на все отвечу лично. Все, с вами был Агаси, а также Андрей из Солнечной Алании, район, Махмаклазу. Камин дома у Андрея. Всем пока-пока.